Еще одна идея, победившая в конкурсе социальных и культурных проектов компании Лукойла, воплощена в жизнь. В Барде открыли арт-объект, посвященный знаменитому представителю гайнинских башкир Туктамышу Ижбулатову. Рассказывает Максим Пекер. Народная музыка, одежда и инструменты. Прежде чем откроют новую скульптурную композицию, есть время для музыки и общения. И уже после лирического вступления взору собравшихся предстает бюст Туктамыша Ижбулатова и его шижере, то есть родовое древо. Открытие приурочили к проведению Дней башкирской культуры среди участников гости из соседнего региона и потомки выдающегося представителя башкирского народа. Один из них – праправнук Шерифхан Ижбулатов, который среди множества имен нашел и свое. Конечно, это для нас радость, нашему поколению, нашему потомку Ижбулатову. Туктамыш Ижбулатов – представитель гайнинских башкир. Он был крупным рудопромышленником, старшиной гайнинской волости Осинской дороги и первым депутатом уложенной комиссии из Башкира во второй половине 18 века. Для нас, для бордымцев этот арт-объект имеет очень большое значение, потому что наш герой, который родился на территории нашего района, знаменитая личность. Торжественное событие стало возможным в том числе и благодаря поддержке пермских нефтяников. Проекты по созданию родового древа и благоустройству сквера, где оно располагается по соседству с Бюстом, стали победителями в конкурсе социальных и культурных проектов «Лукойла». «Лукойла» всегда рады участвовать в проектах для поддержания культуры и истории. Я сам родом из Башкирии и знаю этот хороший народ и культуру. Несмотря на непростую ситуацию 2020 года, инициативы активных жителей края без поддержки не остались. Наша задача, как компания «Лукойл», социально ответственная, просто протянуть руку помощи и дать средства в рамках конкурса социальных и культурных проектов на реализацию вот таких вот как раз уникальных идей. И впервые за всю историю конкурса торжественные церемонии не проводили, однако грантовые средства победители получили своевременно. Подводя итоги, жюри выбрало 189 проектов из 1218 заявок. А грантовый фонд конкурса в этом году превысил 32 миллиона рублей. Сейчас можно говорить о том, что в центре Борды появился целый ансамбль, посвященный историческим личностям. Рядом со сквером, где стоит бюстыш Булатова, находится еще один имени татарского поэта Габдулы Тукая. Участники же церемонии после открытия встретились и за круглым столом, где обсудили роль башкир Урала в культурном богатстве Прикамья. Максим Пекер, Матвей Вершинин, Вестипель.